Приветствую вас. Я не думаю, честно говоря, что можно вот так вот как-то однозначно вам ответить на ваш вопрос, потому что очень много факторов влияют на появление такого феномена, о котором говорите вы. Часто, часто то, что вы описываете, становится возможным благодаря тому, что у человека есть определенные внутренние конфликты и противоречия, которые вынуждают его вести себя определенным образом. Иногда человек в силу получаемого им опыта делает для себя определенные выводы. То есть он делает выводы, там, ну, например, по поводу того, что он хочет, например, по поводу того, чего он не хочет. Значит, напротив, у него появляется такое вот ощущение, появляются такие чувства в этом смысле слова. И он начинает действовать. Он начинает действовать именно так, как действует. Есть вот. Понимаете? Нигилизм, эгоизм, нон-эконформизм, это все очень поверхностные такие истории, которые не раскрывают всю суть поведения. Есть те люди, которых воспитывали в рамках правил, определенных правил. Есть люди, которым не позволяли самим совершать какие-то действия, не позволяли самим принимать решения, а либо принимали все решения за них самостоятельно, либо приучали принимать только такие решения, которые, ну, должны были соответствовать каким-то нормам, каким-то стандартам, да, вот как вы говорите. То есть очень много здесь, очень много здесь определяет семья, очень много здесь определяет семья. очень много определяется личным опытом самого человека, личный опыт. Вот, в принципе, в принципе, и все, и все, что можно вам ответить на ваш вопрос. Желание привлечь к себе внимание? Да, возможно, но эта потребность, она есть у всех, у каждого. Эта потребность, она не может называться, она не может считаться определяющей. Да, потому что, если человек хочет привлечь к себе внимание, значит, ему этого самого внимания, ну, скорее всего, не хватает. Да. Да. И если человеку не хватает внимания, то это значит, опять же, внутреннее противоречие, это внутренний конфликт. И именно он, этот внутренний конфликт, и оказывает существенное влияние на субъекта, в данном случае. Вот. А мне видится ситуация именно такой, что я не хочу быть истинной в последней инстанции, да, вот. Но, тем не менее. Вот так, вот так, в принципе, можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что для вас это было полезным. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.